Московская область оказалась лидером по количеству случаев передозировки наркотиков. 88 человек были доставлены в больницы, впоследствии 51 из них скончался, 37 пали в кому. Своего рода популярность в наркозависимой среде получают не только тяжелые наркотики, но и курительные смеси. О том, что героин – смертельный наркотик, знают все, а вот спайсы такую репутацию еще не заслужили. Хотя только за последний месяц от употребления курительных смесей погибло более 20 человек. То, что делает спайс с людьми, приводит в шок. Вот молодой человек не может подняться и просит о помощи. Вот девушка на глазах у прохожих сначала устраивает кулачный бой с коробками, потом начинает раздеваться. И в полуобнаженном виде вдруг начинает молиться. Неизвестно, что произошло бы с ней дальше, если бы не подъехала полиция. Проблема, с которой сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, это то, что большая часть спайсов остается нелегальной. Этим пользуются торговцы. Разработали группу лиц из шести человек, организованная преступная группа. Изъяты около 300 грамм спайсов, которые оказались не подконтрольные. Направляли есть такой институт в Перми, который дал подтверждение, что это аналог. Но это тоже спорный вопрос. То есть возбуждать уголовное дело, но не возбуждать, пока находятся проверки. То есть вопрос решается. А пока решаются бюрократические вопросы о признании спайсов вне закона, этот рынок набирает обороты. Только за 9 месяцев сотрудниками полиции, сотрудниками УФСКН изъято более 21 килограмма героина, полтора килограмма марихуаны, более 500 грамм гашиша, почти килограмм амфетамина и почти полкило спайсов. Наркозависимые лица делают погоду и по линии общеуголовных преступлений. То есть все наши уличные грабежи, кражи, мелкие кражи с проникновением в жилище. И процентов 80 совершаются наркозависимыми лицами. И в этом плане мне есть с чем сравнивать. Допустим, процент наркозависимых лиц, совершающих преступления в близлежащих к МКАД районах Подмосковья, Балашиха, Люберцы, Матищи, он не превышает 10-15%. Процент наш с вами, он здесь зашкаливает за 80%. Сейчас во всей Московской области проводится месячник вместе против наркотиков. Его эффективность напрямую зависит от бдительности граждан. Сотрудники полиции будут реагировать на каждый звонок жителей, которые сообщат о продаже или употреблении наркотических веществ. Звонить можно на телефон на горячей линии, которую вы видите сейчас на экране.